Если внимательно прочитать высказывание Ларри Коннорса, известного трейдера, то можно увидеть ключ к успеху на рынке. Во-первых, найдите свое преимущество. Это о необходимости торговой стратегии. А во-вторых, работайте над собой. Я не поленился и посмотрел фразу в оригинале. На английском стоит слово не work или job, а workout. Workout означает тренировка. Работать над собой значение близкое, но тренировка дает этому высказыванию более четкий смысл. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембитов. Давайте проведем небольшой мысленный эксперимент. Представьте, вы знаете теоретически, как прыгать шестом. Знаете, как разбегаться, как использовать шест, чтобы оттолкнуться. Знаете, как сгруппироваться в прыжке. Изучили по схемам, как использовать инерцию движения. И прочитали в учебнике, как управлять телом на высоте. Узнали секретные суперметоды суперспортсменов по преодолению препятствий на высоте. И ознакомились с тремя способами завершить прыжок, не получив травмы. Скажите, сможете ли вы, зная теорию, прыгнуть хорошо, не поломавшись? Думаю, ответ очереден – нет. Вы все это можете знать, но без отточенных навыков, только знание не позволит вам преодолеть высоту. Поэтому сегодня расскажу, как оттачивать навыки в трейдинге, а ближе к концу дам список очень полезных книг, которые отбирал для себя более 10 лет. Несмотря на то, что они зачитаны до дыр, даже сейчас регулярно к ним возвращаюсь. Когда поднимается вопрос, что нужно для тренировки, большинство вспоминает все, что угодно, кроме важного. Для любой успешной тренировки нужен план. О том, как разработать свой план тренировки, расскажу чуть позже, а сейчас разберемся, какие элементы должен он включать. Другими словами, какие навыки нужно тренировать. Итак, что нужно тренировать? Базовый навык – умение определять горизонтальные уровни во время реальной торговли. Умение определять место зарождения тренда – без этого никак. Подвох тренда в том, что его хорошо видно, когда он в разгаре. А в живой торговле его зарождение нужно узнавать по небольшим признакам. Видеть эти признаки и уметь делать выводы – как раз в этом разделе. На схемах паттерны выглядят красиво. Наша задача научиться видеть ключевые признаки каждого паттерна на графике и не придавать значения второстепенным. Составление плана каждой сделки и умение управлять сделкой – навык, без которого невозможна прибыльная торговля. Важно понимать, как управлять своей сделкой в каждый момент времени. И в случае изменения ситуации – уметь корректировать план, не нарушая основных правил по управлению риском. Каждый день в мире происходит масса событий, и для правильной их интерпретации нам потребовался бы штат аналитиков. К счастью, многие настроения мировых денег описаны графиком цены, и нам нужно научиться их только читать. Это сложный, но бесценный навык, который будет полезен как дейтрейдеру, так и инвестору. Если хотите понять, как все эти навыки уложить в эффективную систему, посмотрите видео «Как создать торговую стратегию с нуля за 5 шагов». Ссылка будет в описании. До этого момента все было логично. Но при чем здесь скорость? Дело в том, что навык быстро и точно вводить заявки, рассчитывать риск и быстро корректировать план – это то, что необходимо любому успешному трейдеру. О скорости и точности исполнения регулярно говорит в своих книгах и статьях Майк Беллофиови, соучредитель трейдинговой проб-компании, расположенной в деловой части Манхэттена. В одном из интервью Брайн Коппельман, сценарист культового сериала «Миллиарды», сказал, что частичка Майка присутствует в образе Бобби Акселерода. Сейчас перечислю универсальные правила создания плана тренировки, которые позволят вам разработать свой индивидуальный план. Разделите все навыки на модули и подробно опишите, что будет включено в каждый модуль. В качестве примера возьмем навык «Определение уровней». Первый модуль будет включать в себя несколько упражнений на поиск уровней. Выделите время для освоения каждого модуля и создайте учебный план. То есть распределите освоение навыков по времени. Если вы будете заниматься сами без наставников и у вас плотный рабочий график, выделите на каждый модуль не менее двух недель времени. Для освоения уровней времени потребуется чуть больше, чем на другие навыки. Только четко сформулированный план, привязанный ко времени, позволит тренировать навыки трейдинга максимально продуктивно. Помимо перехода от более простых модулей к более сложным, важно увеличивать сложность внутри самого модуля. Тем самым вы добиваетесь мотивации и улучшения освоения навыков. Но тут важно, чтобы сложность возрастала постепенно, так как если перегнуть палку, то можно создать себе психологический барьер. Например, на начальном этапе определяете уровни на статичных картинках. Когда освоите, переходите в терминал и проверяете их, откатывая график назад, и только после этого переходите на живой график. И уже на живом графике добиваетесь того, чтобы отмеченные вами уровни работали. План вам позволит ставить для каждого занятия четкую цель, а это в свою очередь даст четкие ориентиры по освоению навыков. Понимаю, что информации много и хочется увидеть пример плана, чтобы потом можно было на его основе сделать что-то свое. Для этого в описании к видео будет ссылка на мой план к дистанционному курсу по трейдингу. В нем есть правильная последовательность упражнений, проверенная годами, и отсылки к видео. По этому плану я веду свой дистанционный курс, и вы сможете использовать его как образец. Пятый шаг – обратная связь. Это важнейший элемент тренировки. Как нужно осуществлять обратную связь? Здесь все просто. Вы оцениваете свой прогресс на основании плана и редактируете его. Если вы какой-то модуль осваиваете дольше, чем планировалось, вы решаете либо оставить его на попозже, либо выделяете на него дополнительное время. Спросите, а как оценивать свой прогресс? Для этого понадобится дневник трейдера. Но если думаете, что это только дневник сделок, ошибаетесь. На самом деле результаты сделок в дневнике должны занимать значительно меньше места по сравнению с планами повышения результативности. Долгосрочный план корректируется, исходя из ежедневных. А чтобы строить ежедневные планы, нужно регулярно их составлять. В этом нам помогут 4 вопроса. Прежде чем приступить к работе, спрашивайте себя, над чем сегодня работаю. Например, тренируюсь отмечать горизонтальный уровень. Затем четко формулируете метод, как будете над этим работать. Например, тренируюсь отмечать горизонтальный уровень на скриншотах графиков. Третий вопрос. А как понять, что цель тренировки достигнута? Для этого для каждого навыка нужны критерии достижения цели. Например, для уровней нужно понимать, что правильно отмеченный уровень при пробое по тренду, скорее всего, будет протестирован на откате. Но если вы видите, что отмеченные уровни раз за разом пилятся, значит отмечаете их неверно. Наверное, это самый полезный вопрос из всех. Когда вы учитесь, можно и нужно совершать ошибки. Но методика тренировки не должна их забывать. Важно из каждого дня торговли извлекать полезный опыт. Чтобы добиться результата, потребуется много работы над ошибками, для того, чтобы переплавить себя из обычного человека в трейдера. А сейчас, как и обещал, список полезных книг по теме. Но в начале предупреждения о риске. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Зональный трейдинг – это одна из моих настольных книг. Возвращаюсь к ней регулярно. Правда, перевод названия, на мой взгляд, неверный. Я перевел бы название как «трейдинг в потоке». Марк Даглас, профессиональный психолог и трейдер, дает рекомендации и приемы, как исправлять психологические ошибки, возникающие на пути мастерства в трейдинге. Я очень давно был знаком с работами доктора Бретта Стинбарджера. В начале нулевых его статьи переводили энтузиасты. Не представляете мое счастье, когда примерно 10 лет назад увидел его переводную книгу «Самоучитель трейдера» в книжном. Прочитал ее за поем за пару дней. Она до сих пор одна из моих любимых книг. Ежедневный тренер по трейдингу на русском пока не издавался, но ее перевели энтузиасты, так что ознакомиться с ней можно. То, что ее бесплатно перевели энтузиасты, многое о ней говорит. О майке Беллофиори я уже упоминал. Кто хочет погрузиться в атмосферу трейдинговой проб-компании и услышать мнение опытного трейдера по многим аспектам торговли, прочитайте один хороший трейд. Под впечатлением этой книги я на своем канале создал плейлист «Одна хорошая сделка», где показываю записи своих реальных сделок. Для успеха в трейдинге необходима высокая психологическая устойчивость. Трейдер должен действовать эффективно даже под воздействием сильнейшего психологического давления. Поэтому прочитайте книгу «Психологическая подготовка в теннисе». Не смотрите на то, что в ней говорится о подготовке теннисистов. Смело подставляйте вместо теннисист трейдер и получите уникальную методику психологической подготовки для трейдера. Методики Алексеева, уникальны и получили мировое признание. Трейдинг часто сравнивают с охотой, потому что нужно ждать момента, сохраняя хладнокровие и действовать быстро, когда момент настал. Кто может лучше в такой ситуации помочь, как не тренер, по стрельбе, сделавший из средней команды олимпийских чемпионов? Предыдущие книги говорили о тренировке в спорте, трейдинге и психологической устойчивости. Почему в конце рекомендую прочесть книгу «О неправде»? Дело в том, что в этой книге Дэн Ариэли детально разбирает механизмы обмана, а в тренировке самая дорогостоящая ошибка – самообман. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, какие книги помогли вам в торговле, подписывайтесь на YouTube-канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!